Я вступил в эту организацию в качестве ассоциативного члена, но там это просто. А что, съемка уже пошла? Да. А я еще не сказал, что начало лекции. Лекция 4, да, у вас? Вот эта бумажка есть, на которой тема у меня. Вот. Та-дам! Да, четвертая же, да? Четвертая, какие мы умные с вами. Я что-то хотел сказать вам, но вот. Мне кажется, очень важным, если вы поддерживаете какие-то принципы, считаете их правильными, вообще вот как-то в этом участвовать активно. Или уж тогда... Нет, они не участвуют. Мне с детства было неприятен телевизионный спорт. Нет, есть виды спорта, в которых вообще сложно поучаствовать. Не знаю, бобслейт или какой-нибудь, как он называет, когда круги бегают, стреляют, дышь, дышь, дышь. Биаклон, точно, да. Но как-то, я не знаю, потому что нужно там не только лыжи, еще нужно ружьо, нужно собрать людей, организовать. Но намного интереснее участвовать самому в этом, правда? То есть, вот футбол, ну правильнее. Футбол возле телевизора с пивом, это как-то грустно. Это вообще не спор, это не про здоровье. Футбол-то, когда пацаны вышли погонять, там, не знаю, мачвека, там, да, то есть вот. Вот как-то так. Понимаете, пока вы не делаете ничего. Вот, не знаю, я либерал, или я демократ, и что? Понимаете, политика, она начинается с того, что вы реально, как сказать, вот вы считаете, что это правильно, вы это отстаиваете. Ну, не знаю, в вашем подъезде есть наркоман, да, и вы реально идете в полицию, заявляете, свидетельствуете, сажаете. Да, противодействуете распространению наркотиков. Серьезно, реально, по-мужски, ответственно. Или в общежитии. Был тот момент, когда в одном из общежитий производили наркотики. Додумались. Костейки. Не, ну естественно, приехали с ОМОНом, задерживали, то есть это довольно быстро выявляется. То есть, в любом случае, нетерпимость козла, она должна быть в крови у нормального мужчины в первую очередь. Да, нужна какая-то активность. Вот, я к чему? Не, это не надо против людей, не надо осуждать людей, надо осуждать грех. Это понятно. Но, тем не менее, вот я вступил в фонд свободного программного обеспечения, хотя я не поддерживаю какие-то некоторые их заявления, но, тем не менее, глобально мы не стремим, я считаю, что это достоинная организация. Вот, удивительно достойная среди американских организаций. Да, и еще одна вещь тоже не должна оставаться на словах. Вот, по-моему, это религия. То есть, если уж нет религии, как бы, ну, пожалуйста, да, ну, вот, совсем не должно быть разглагознений в этом смысле. Ладно, возвращаемся к ИМ. Почему? И запусим. И мы с вами сейчас обсудим новую синтактическую конструкцию, которая вам будет крайне важна сегодня. Ну, так же сложилась у нас, слава богу, лекция, семинары, нам будет удобно. Вот. Это так называемые С-структуры. С-структуры. Или, короче говоря, run. Значит, когда мы создаем массив, мы объединяем данные обнотипные под одной крышей. Но можно создать реально новый тип данных. Кстати, да, я вам говорил, что массив, в принципе, не совсем структура данных. Это способ их выделения. Да, это не интерфейс пропуска в ноте функции, там, с квадратным стопом. А, по сути, указатель. И бегаем дальше с адресной арифметикой. Только рассчитываем правильные идицы, и все. Вот, С-структура является, по сути, почти единственным способом создать в чистом С, без плюсов, новый тип данных. Есть такая вещь, как синонимы типа. Синонимы типа. А вот С-структура, это действительно новый тип данных. Как они создаются, внимание, в чистом С, потому что маленькая здесь есть поправка, на С плюс плюс его не нужно. То есть, должны они и знать. Итак, создаются они следующим образом. С-структ. Ну, и дальше мне нужно написать, собственно, тип структуры. Ну, например, давайте я новый тип буду с большой буквы писать. My-структ. Это, как я пишу, называется Camel Style. My-структ. Я создал новый тип почти, потому что мне нужно сказать, из чего же он состоит. Из чего же он состоит. Я открываю фигурную скобку, но я люблю ее открывать для структуры здесь. Хотя это, еще раз говорю, откуда не к стае не зависит. Может быть, надо было бы здесь открывать. Итак, а давайте здесь открываем. Struct. My-struct. В ней внутри я сделаю int А-дабл-б. Что сия есть? Что за сия в Май-стракт? Точка с запятой. Закрываю фигурную скобку, ставлю точку с запятой. Это появившийся, объявленный, новый тип. Если я захочу его использовать внутри функции, то что мне придется делать? Мне придется воспользоваться следующим образом. Я... Это уже в теле функции. Где-то я не буду писать, int, mail и так далее. Я создаю... Ладно, напишу. Мало ли, не поймете, что будет функция. Я там создаю следующим образом. Имя. Типа. Struct. My-struct. Это имя типа. Ну, многословное. Двух. Многословное имя типа. Это подчеркивает, что это структурный тип. И я создаю структуру под названием X. Ну, я могу, в принципе, создать не одну структуру, а две структуры. В одной строке, пожалуйста, вот у меня есть X, вот у меня есть Y. Давайте еще покажем забавную вещь. Например, я могу создать целый массив структур. Struct. My-struct. Имени структуры, естественно, пробелом быть не может. Подчеркивание используем, если надо. Цифры можно использовать, пробелы нет. Итак, struct. My-struct. Давайте создадим массив структур. А большое от 10 в квадратном структур. Вот. Я сразу целый массив таких структур выделил. И последняя забавная штучка – это возможность создать указатель для того, чтобы ссылаться в my-struct в звездочка PS. Ну, в данном конкретном случае, естественно, что в этот указатель можно положить адрес какой-то структуры. Да? Ну, логично. Вопрос вот в чем сейчас. А что же можно делать с этой структурой? Ответ. Первое и главное – можно доступаться к ее атрибутам. То есть я могу явным образом обратиться к ее атрибутам. У х есть а. Х точка а. Как в питоне к атрибутам класса. Х точка а равно 5. Мы не определяем. Х точка б равно 1,5. Что-что? Все же происходит. Еще раз. Мы их изначально не определяем. Их можно инициализировать. Для этого требуется сделать следующую фишечку. Сейчас я покажу. Здесь пишется, давайте вот здесь напишу z, через запятую. z. Напишу равно, здесь в фигурных скобках напишу 10,20,5. Понятно? То есть последовательно в том же порядке, в каком они идут, оно будет располагаться. Давайте теперь пою о чем. Раз уж язык архитектурно ориентирован, мне нужно рассказывать чуть-чуть. О том, как оно устроено. Первое. Язык. Стандарт языка. Гарантирует вам, что эти данные расположены в памяти последовательно друг за другом. То есть а левее, ну раньше, выше, чем б. В начале а в памяти, потом б. Будет с, запятая ц, потом с. Чего не гарантируется. Не гарантируется то, что размер структуры равен сумме размеров составляющих частей. Не гарантируется. Почему? Дело в том, что существует такая штуковина, как выравнивание. Оно позволяет удобнее работать с массивами, например, таких структур. Представьте себе, что у вас будет размер массива, размеры, прошу прощения, элемента массива равным 12. Вот 4 байта, допустим, плюс 8 байта. Да? 12. И вам надо, для того, чтобы вычислять очередной элемент, вам надо домножать а и т на 12. Понятно? Это мул. Это арифметически сложная операция. А можно домножать на 16. Это битовый сдвиг на 4 разряда. Это за одну итерацию, мгновенно. Домножать на 16 намного дешевле, чем на 12 с точки зрения арифметических действий процесса. Поэтому, что он делает с компилятором? А! Давайте я сделаю так. У меня а будет занимать в памяти 2 байта. О, прошу прощения, 4 байта. Еще 4 байта пустоты. И еще 8 байтов. Ясно? То есть он выравнивает а и в. А и в у него выравнены так, чтобы они по 8 байт были. Такой часто компилятор делает. Поэтому не надо думать, что на всякий случай, чтобы вы знали, что сайзов майстрак майстрак будет равен сумме этих сайзов. Есть еще одна забавная вещь. Можно копировать структуру целиком. Нет, понятно, можно присваивать по полям. Я могу взять и сказать у равно х. И это емкая по времени, по памяти. То есть он берет и все элементы перегружает. Понятно, да? То есть она немножко емкая. Ну, я того и хотел, конечно, да? Положить все значения иксам. А если там внутри будет массив? А? А в этом случае, ну, понятно дело, что тут надо заложить все значения этого массива. А нулевой равно 1, х.а первый равно 2. Неважно, остальные я не буду заполнять цикл форм, не буду писать. Но смысл в том, что, допустим, там внутри прячется массив. Первый вопрос. Какой будет сайзов этой структуры? Будет ли там сайз инта умноженный на 10? Ну, ладно, с выравниванием там вместе. Как-то выравниваем. Плюс выравниваем. Или это будет просто указатель, то есть адрес какой-то там, какого-то статического массива. Как вы считаете? Никто никак не считает. Указатель. Нет. На самом деле, там действительно, а, это адрес будет, но, тем не менее, все эти 10 интов, они реально будут входить в структуру. И при копировании будет копироваться этот массив целиком. Поэтому даже в чистом языке си, помните, мы говорили с вами о том, а как вернуть массив из функции? Я вам сказал, никак. Ну, реально, никак. Ну, как, ну, вы вернете указатель на эту память. Эта память должна быть кем-то зарезервирована, потом кем-то освобождена. Понимаете, да? В данном же конкретном случае у нас появляется возможность, как бы, правда, единственное, что, поскольку размер здесь должен быть вычислен на этапе компиляции, то это не может быть переменный размер массива. То есть, вот он в статике, один раз закомпилировали с десяточкой, и он для этого типа всегда будет 10. Но, если вам надо, например, возвращать из функции массив символов, в чистом си нет строк, массив из символов. А вам надо возвращать строчку из функций внутри в питоне, на кучах всяких функций, которые возвращают строчку. Там, s.laure, дышь строчку вернул. Да? Точка apple, дышь строчку вернул. От си в чистом нельзя ретерн строки сделать. Но зато можно возвращать из функции элемент типа структуры. То есть, я могу, имею полное право написать, давайте я где-нибудь, я сотру вот эту вот инвестиционизацию, мешать ему. Я имею полное право написать вот такую функцию, которая возвращает структурный тип struct, my struct, my struct, ну не знаю, f, full какой-нибудь. f, которая берет и создает у себя структурку для заполнения struct, my struct, значит, какой-нибудь result, заполняет этот result каким-нибудь образом. Точка A равно M, result, точка A равно, ну допустим, там SQRT, вот M, и там return. А, ну я сейчас мысленно все-таки оперирую, потому что массива нет, без массива сейчас мысленно уже понимаем, да? И return result. Таким образом, я эту структуру всю целиком скопировал. То есть, у меня существует временная структура, которая на локальной памяти, которая будет в качестве, но для результата возвращаемого будет зарезервировано достаточное пространство, сколько бы там итог не было, ну на самом деле здесь лучше давайте A нулевой равен, ну чтобы все-таки подносить такого, да? Заполняем его как. Так вот, не вернуться, все скопируется, копипаста. То есть, ровно то, что попросили, так и будет сделано. И это действительно нормальная и удобная возможность возвращать в том числе массивы символов и массивы фиксированного размера, обернуть их структурой и вперед. При этом второй параметр может быть у вас, например, уровнем его заполненности. In top. То есть, вы знаете, что этот массив, как бы, max size, да? Не знаю, my array, условно. my array, да? У вас my array A, значит, max size, где max size это констант времени компиляции. И int top. А top записывает, какое там текущая вершинка его. Понятно? max size, ну, которую превышать точно нельзя. И тогда я буду, смогу записывать, дописывать, как бы, эпендить в него, да? При помощи таких простых достаточных действий я буду говорить, а... Прошу прощения. Ну, а, допустим, это экземпляр. Не массив будет, а экземпляр. То есть, структура... Или x. x это, как бы, список у меня типа, да? Вот это все трубки. x.a от x.top равно, не знаю, давайте заэпендим туда пятерку, да? И x.top плюс-плюс. Ну, мне же нужно увеличить счетчик количества хранимых элементов, да? Ну, пожалуйста, вот это типа. Типа эпенда. То есть, на x не может быть больше, чем x. Ну, вы же поймите, что x не будет проверять. То есть, вы спокойно выйдете и начнете писать в чужую память, то есть, если вы будете типа вот так и пендить, да, то начнется счастье. Кстати, удобно, может быть, вполне для этой структуры myArray написать какие-то функции, которые будут ее название содержать в самих себе. И эти функции конкретно для этого типа равной пенд, например. Как? Ну, например, my функцию, она будет void, void, myArray, подчеркивание, append, да? И она получает указатель на структуру. Ну, елки-палки, мало места написал. Надо передать указатель на структуру. Давайте я напишу void myArray, append, да? И я туда передаю указатель на свою структуру, а именно struct, my struct, звездочка P. Я подчеркну, чтобы я понимал, что это указатель, да? Что я-то помню, что это указатель. И, собственно, значение, которое я собираюсь туда записывать. Давайте я его тут назову x-ом. Или дата, дата, дата. Тогда... Давайте, пожалуйста, сейчас... Ну, и я здесь действительно что делаю? Правда, есть такая фишка, это же указатель. Перед его использованием мне требуется его разыменовать. «Алло, 12 утра, ведь уже дня, спать не обязательно». Итак, что я делаю? Я разыменовываю этот указатель и обращаюсь к его атрибутам. То есть, звездочка P, точка А, квадратные скобки, звездочка P, точка ТОП. Почему я в скобки беру, елки-палки? А потому что у точки более... Потому что понятно, что звездочка P, точка А, и звездочка P, точка А. Это разные вещи. Разные вещи. Я обращаюсь к P как к структуре, добываю ее атрибут, и я разыменовываю атрибут. Здесь я что делаю? Я разыменовываю указатель на структуру и обращаюсь к ее атрибуту. Разные действия. Да? Я разыменовываю или саму P является указателем, или P является структурой, а указателем является атрибут. Ясно? Поэтому эти вещи не равны друг другу. Не равны друг другу. И звездочка какая-то получилась. Не равны друг другу. Поэтому мне приходится вот так вот писать. Неприятно? Раз, два, три, четыре символа на то, чтобы обратиться к атрибуту структуры по указателю. Правда? Но это лень не только нам, поэтому придумать специальный синтаксический сахар, который подслащает нам эту пилюлю, минус стрелочка. Это обращение к атрибуту по указателю на структуру. Понятно? То есть у нас есть специальный значок P минус больше A. Да, такая стрелочка. Это то же самое, что звездочка P, точка A. Вот. Вот это надо знать наизусть и пользоваться активно. Да. И все начинает выглядеть получше. Без скобок. P, стрелочка, топ. Ну и как я уже сказал, я туда заправляю дата. Потом мне требуется, что сказать, P, топ, я... Подождите. Плюс-плюс. У этой операции высокий приоритет. Да. Один из моих. А, да, просто ссылка не прокатит? Если просто... Мы пока работаем в чистом C, потому что иначе, если бы это был уже C++, мне пришлось бы подправить синтексис. Я сейчас тут скажу, как только я скажу слово. А теперь C++ мне придется махнуть тряпкой. Ну, кстати, программисты на C, они бы сказали, Тимур Федорович, вы тут лишний код пишете. Ну, дело в том, что P, топ, плюс-плюс является операцией унарной. Ну, я сейчас не прочитал. Плюс-плюс является унарной операцией, которая возвращает знак... То есть я мог бы это дело куда-то сохранить. Понимаете, да? Вопрос чему равен X? Старому значению верхушки. А здесь я как раз пользуюсь старым значением верхушки. Так, давайте допишем вот такой вопрос. Скажет, вот программист на C матерный. Скажет, вот так вот надо писать. Кофей Федорович. А это не писать. Осознайте. Топ увеличив... То есть вот эта вот операция, плюс-плюс, она является операцией, изменяющей память. Изменяющей память. То есть она увеличивает топ на единичку. При этом возвращается сюда старое значение. Давайте напишем еще одну функцию, которая будет удалять последний элемент. Поп. И она будет его возвращать. int myArray. MyArray. Что там? Оп. Я почему упоминаю все время его имя, этой структуры? Потому что мало ли я захочу, кроме этого array, сделать еще какой-нибудь, там, не array, не знаю, какую-то другую структуру. Но смысл в том, что мне имя функции должно как-то быть связанным с этим типом, для которого она написана. Ясно? Я пока делаю это так. Так. MyArray. Поп. Что я туда пишу? Я передаю это на структуру так. Struct. MyStruct. Звездочка P. Мне не надо никакой верхушки. Единственное, что мне требуется, чтобы никто ни в коем случае не дернул эту функцию до того, в тот момент, когда стек, стек, массив уже пуст. Потому что иначе мы полезем, опять же, в те данные, в этом случае у меня топ указывает не туда, куда надо, а на следующий индекс. То есть у меня топ указывает для пустого списка, типа моего массивчика пустого. У меня он указывает на ноль. То есть на текущий элемент, куда надо будет записывать значение. Я записал значение, и топ стал равен единичке. Там хранится один элемент, топ указывает на позицию, если будем добавлять следующее. Когда я удаляю, мне надо что сделать? Мне нужно добыть значение добыть значение из ПА по индексу П, какой? Топ минус первого. Правильно? Логично? Затем, сам этот топ, мне надо понизить. П топ в минус-минус. Уменьшаем его, ну и возвращаем их. Так. Понимание есть? Понимание есть или нет? А почему мы там топ минус-минус не записали? Где? Там где? Первая строчка. Первая строчка. О! Очень хороший вопрос. А давайте, да, попробуем заматерить. Но сейчас пока что понятно, что вот это работает. Только минус-минус с другой стороны прям перед топом. О, там кто-то зашарил. Суть вопроса. Но смысл вот что. А можем ли мы отказаться от вот этого и написать вот так? Нет, нет. А потому что вернется старое значение. Не, ну мы можем, конечно, написать минус один. Но не слишком ли много минусов? Логично, да? А вариант какой? Надо нам вернуть старое значение, прошу прощения, новое значение, то есть измененное значение минус-минус P100. Операция унарного минуса, она двухсторонняя. Их на самом деле две унарных операции. Есть левосторонний минус-минус и правосторонний минус-минус и плюс-плюс-соль. Вот здесь я левосторонним минус-минусом пользуюсь, то есть он применяется к вот этой штуковине, он как будто бы в начале ее изменяет, а потом возвращает значение. Хотя, это, к самому, не обязательно, главное, что он возвращает значение меньше на единии. А уж когда это происходит? В общем, две память-изменяющие операции делать в одной операции нельзя. Это к тому, чтобы вы понимали. Вот есть такие вопросики, чему будет равно и, если написать и равно и плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-и. Ну, понятно, это унарная операция, и это унарная операция, они обе имеют более высокий приоритет, чем плюс, то есть это на самом деле вот так вот, а, впрочем, это будет равно. Ответ. неопределенное поведение. Компилятор имеет право сегментейшн-фолд сделать. А вот эта операция С равно А плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-Б это нормальная операция, потому что А, В, С выключают за разные ячейки памяти. А здесь три присваивания в ячейку памяти. И учитывая неатомарность этих операций, они могут происходить условно-параллельно, то есть у вас И плюс-плюс может захватить старое значение И, этот тоже старое значение И, потом этот изменяет, а потом тот перезаписывает своим, а потом происходит присваивание. В общем, неопределенное поведение от единицы до пяти. Ну, если И равнялся единице, там, условно. Разные могут быть значения, и вообще сегментейшн-фолд случится. Поэтому несколько присваивающих операций, или там, чему будет равно И равно не знаю, вот как это вам сказать, И равно и равно один. Ну, сложно, как бы, непонятно, зачем, и скорее всего понятно, чем он будет равен, но это, две меняющие операции до точки исследования, а точка исследования аннотная. Эти нельзя. Ну, про точки исследования это отдельная непростая тема. Но точка запятой это точно, точно, в общем, перед одной точкой запятой желательно делать одно присваивание на одну область памяти. Больше нельзя категорировать. так, дальше. Да, ну и еще, зачем нам этот самый х, если можно сразу делать перетерн этой штукой? Ну, то есть, это на самом деле пишется, в принципе, в одну строчку. Так, про структуры, да и указатель на структуры я кратенько рассказал. А теперь C++. Чем отличается C++? А не надо в C++ писать слово struct. Там, где не объявление структуры, там имя типа просто my struct и все. Ясно? так удобно вполне. Так вполне удобно. Да, и вот тут тоже надо. Да и в принципе, знаете, как можно в C++ там можно, может быть, в C, по-моему, тоже это можно с какого-то стандарта? Может быть, с 99-го. Можно, если у нас там не массив и долго заполнять, то можно сразу return my struct и в скобках ему записать. Но это уже C++ ставил, я сейчас не буду там рассказывать, подробности пока что. Ну, вот так. А можно ли вот все-таки, а если вдруг вам когда-нибудь в чистом C надо будет написать, но вам лень писать struct. Никаких проблем, пишем синоним типа называем struct my array S, например, чтобы это имя не пакостить, my array нам еще пригодится, а пишем синоним типа type def, дальше пишем что, а потом синоним type def struct my array подчеркивание S, я соблю вот это, типа у меня тут длинная строка, type def struct my array S, my array my array подчеркивание S, это один и тот же тип, но теперь вы в чистом языке C сможете пользоваться однословным упоминанием этого типа, но, кстати, про type def не упоминал, но для длинных типов, там, long, long, int, ну, что угодно, длинный можно сделать синоним, не нравится тип, type def нули его и у вас синоним короткий, понятно? Вплоть до там такого вам не нравится double длинный писатель type def double real и пользуйтесь real ну это и даже вот такие простые синонимы иногда имеют смысл а да, это имя должны я потому и сделал изменил имя основной структуры чтобы у меня синоним обладал правильным именем и чтобы вот так можно было писать на плюсах ясно а type def решетка не нужна c плюс плюс и c в этом месте несовместимы еще раз вопрос решетка нет type def является инструкцией компилятора а не макросом это не макрос так что еще вам сказать а вот какой интересный есть вопрос может ли указатель быть элементом структуры ответ конечно ну конечно может быть указатель элементом структуры а int звездочка p ну пожалуйста можно именно в этом случае я как раз буду употреблять там не знаю mystrap x да а я буду писать mystrap x y да я могу написать x точка p и я его разыминовываю то есть разыминовываю указатель являющийся атрибутом структуры разыминовываю x точка p да и там равно 5 туда отправлю ну правда его надо было замолочить конечно в начале ну допустим сейчас не будем париться так а может ли это действительно быть да то есть нарисуем это дело то есть у меня есть какая-то структура ну допустим структура x которая называется и у нее есть атрибуты и вот один из этих атрибутов является указателем на нечто вот возникает вопрос а может ли быть это нечто структурой ну ответ никаких проблем пожалуйста какая разница какого типа ноде какой-нибудь узел нода звездочка p пожалуйста но тут возникает ну понятное дело что там внутри той ноде тоже можно описать страт ноде можно там описать тоже атрибут который является указателем так чтобы она тоже соус возникает вопрос только один у меня каждый раз сейчас тип этой структуры разный понимаете да а можно ли положить внутрь структуры указатель на эту структуру логично что структура не может иметь атрибуток саму себя понимаете то есть как матрешка не может поместить внутри себя матрешку такого же размера так она может поместить другую матрешку вот в этом смысле структура не может иметь вот здесь вот внутри саму себя вот так вот my array надо сказать, что в C++ я еще не сказал, это вот не надо писать, struct myRSS, никакого typedef не надо, ну и сразу я вам видео так, myArray могу тут написать, myArray вот так точно нельзя, потому что вылезет ошибка, компиляция, он скажет, ну невозможно, извините, рекуррентное описание структуры, ну потому что в ней должно поместиться столько же байт, сколько в ней байт, плюс еще 4, хотя бы по этим соображениям уже нельзя. не помню, не студентки, так, но можно вот так, можно звездочка PA, а давайте не PA назовем его, а NEXT, NEXT назовем это вот, кто это такой? это у меня будет, давайте так, а здесь INDATA, у меня есть DATA и указатель на следующее, ну единственное, что на рисунке я буду налево-направо рисовать, у меня DATA будет слева, а NEXT будет тут, то есть у меня есть NEXT, который является указателем на точно такую же структуру, а почему так можно? потому что указатель занимает фиксированное количество байт для любого типа, поэтому здесь вот эта рекурсия, она разрешается, то есть он понимает при описании этой структуры, он говорит еще, ага, понятно, это указатель, а тип его сейчас мы разберемся окончательно, но под указатель, понятно, сколько байт выделяет, понятно? в общем, тогда у меня получается возможность создавать вот такие замечательные штуковины, это что такое? это называется односвязный список, то есть если это односвязный список, можно легко закольцевать, получится кольцо, как чёточки, так раз-раз-раз-раз-раз, ну удобно, легко перебирать, перебор списка производится достаточно легким движением, а именно, я создаю себе указатель, правда, давайте его не будем называть MyRate, тут уже ясное дело, это вообще не массив, хотя структура данных в принципе имеет структуру, да, тут много данных хранится, целых три у меня уже данных хранится, понятное дело, что это можно увеличить до очень большого размера, удивительно, так удалось, увеличить до очень большого размера это кольцо, короче говоря, давайте назовем это звено, extract t node, узел, а точки можно назвать? какие точки это подчеркивание? подчеркивание подчеркивание нельзя, точка это операция добывания атрибутов, опять подчеркивание ноды, узел, у меня будут вот эти как бы узлы, звенья, звено цепи, вот и для того, чтобы поработать, в смысле перебором этой штуковины последовательного, я что сделаю? t node, звездочка p, и пусть этот p указывает на, ну давайте заведем себе некий указатель на начало, p begin будет у меня ячейкой, откуда я буду при необходимости доставать адрес начала этого замечательного списка или цикла кольца, вот я взял указатель, скопировал туда значение указателя p begin, но чтобы не стирать тот, давайте еще соберу пока кольцо, вот у меня есть p, я скопировал это значение сюда, теперь он у меня указывает на этот элемент, а теперь, ну естественно я могу взять и распечатать сяут, p data, это я доступился к данным текущего звена, да, и могу перешагнуть на следующее, а именно p равно p next, то есть что я беру значение указателя, то есть что я беру значение указателя у текущей структуры, разименовываю ее, беру ее атрибут, беру значение атрибута и кладу его сюда, то есть у меня начинает, а куда он указывал, туда он указывал, таким образом он у меня идет перешагивание, p равно p next, классно? Это естественно можно зациклить, вопрос, когда это остановится, значит надо сделать так, если это кольцо, оно никогда не остановится, но это by design, то есть если уж вы сделали структуру типа кольцо, то это ваш выбор, вы так и хотели, наверное, то есть возможно поперебирал, оставил, поперебирал, оставил, ну какой-нибудь механизм, раунд роббинг, ой, не роббинг, роббинг, вращающийся роббинг, карусель, в качестве планировщика задачи, первая задача получила исполнение, вторая, третья, четвертая, первая, вторая, третья, четвертая, кругу, пятую, добавили сюда, встыковали в середину, и пожалуйста. Кстати, чем хорош этот список, в него вставлять элемент не накладно, вспомните, когда у вас был список, я вам рассказывал вставку элементов в середину, нам надо сюда вставить элемент, что я для этого, на место вот этого, я для этого занимаюсь последовательным перекладыванием элементов, двигаясь справа налево, потом я освободил вот этот элемент, скопировал, и это значение сюда заложили, да? Это очень емкая операция, особенно если мне нужно поломить элемент, положить элемент в самое начало массива, тогда весь массив, всю память двигаю на n-byte, ну, у нас показали, что byte необходимая, вот эта штуковина, ясно? Емкая вставка, инсерт внутрь массива, это тяжелая операция, в случае динамического списка, вставить в начало, никаких проблем, выделили память под новое звено, молок, ну, или каллок, он заполняет нулями, считается, что каллок лучше использовать. Что ж вы спите-то, вы спите-то, идите спать в общежитии, я не буду против. Вот, это более вежливо, а этот указатель перенаправляю на новое начало. Все, я сколько операций сделал, да столько же, сколько, если бы я в конец вставлял. То есть, вставка в список динамический, это называется динамический, односвязный список. Односвязный почему? Потому что можно было бы сделать и двуосвязный список. Ну, давайте посмотрим. У каждого по два указателя, этот указатель указывает на предыдущие примеры. Да, этот указатель указывает на предыдущие примеры. Да, еще раз, а когда же это счастье останавливается? Ну, я побегу циклом сейчас, мне же можно пристать последнего элемента, чтобы я не перешел по мусорному указателю, да? То есть, этот указатель, он же куда-то должен указывать? Не дай бог мусора, то сегментейшн столб получится. Вайдовый. А? Вайдовый. Не вайдовый, нул, нул ПТР. То есть, специальный указатель на определенное никуда. На нул ПТР или для чистого си нул, большими буквами. Можно. Аналогично для вот этого вот. Если у нас двусвязан список, то и здесь я указываю специальное никуда. Вот этот самый нул, да? Можно просто завести последний, где будет какое-то фиксированное значение? Резервирование значения возможно, но в данном случае это же придется запретить использовать это значение в качестве данных. Ну, если ноль, то тогда ноль нельзя использовать в качестве хранимых данных. Понятно? Так можно, но я такое как раз чаще использую, как у меня вот это механизм. Я про такой вот даже не слышал. Хотя бы логично. Минусы такой структуры данных. В ней невозможно доступаться по индексу быстро. Нет, в принципе можно. Взяли указатель на начало, отсчитали и элементов, и доступились к элементу. Пожалуйста, да? Но быстрый доступ отсутствует. Значит, для данной структуры, например, невозможна сортировка этим. Быстрая сортировка куара. Сортировка это хип-сорт кучей. Сортировка выбором. Для нее одна сортировка годится. Какая? Это там, где тупой прапорщик близорукий. Он берет соседних сравнений, вот эти кристаллы. Сортировка пузырьков. Она идеально подходит для динамического списка. Так, мы с вами... Давайте пробьем перемену. Потому что я рассказал хорошо, но не все. Про структуру все. Вопросы есть еще? А, мелочь. Маленькая мелочь. Если я хочу один экземпляр структуры описать just here, то есть прям вот мне нужна структура, она даже может быть безымянной. Стракт и сразу описывают. А, это структура безымянная одна штука. Еще есть такая убогая достаточно вещь, как union. Она редко используется. В этом случае у меня... Ох ты, какая грязь. В этом случае int a, double v. Эта структура специально создана, такая union, создана для потенциальной реинтерпретации данных. То есть у меня экземпляр union, это самый сейчас у меня один единственный экземпляр, и он без union, без имян. Я могу обратиться к этому a при помощи a точка a, я бы назвал атрибут и его самого одинаковый. x точка a равно 5. и x точка b. Что это такое? Почему я добываю значение b, записав в a? Подразумевается следующее, что у меня этот x указывает на одну память, которая разделяется для a и для b. Правда, у меня a короче, чем b. Биты одни и те же. То есть там есть какие-то конкретные биты. Но я могу их интерпретировать и как int, и как w. Понятно, что я увижу бред. То есть я, интерпретируя как w, то, что записано как знаковое целое, увижу там какой-то условный мусор. Не условный мусор, но я увижу там его интерпретацию ложную. Неправильно. Но в данном случае бай-дизайн. Хочу вам. А в принципе похожие все возможности для юниана. Но обычно они не используются никогда. Так. Ок. Готово, да? Так, давайте я соцкрую носки. Вы опытные люди. Мало ли вдруг кто-то сам там что-то ковыряет. Вот, глядя на левую доску, вы могли бы догадаться, можете догадаться, что я плавно подвожу вас к объектно-ориентированному программированию. То есть я создаю, что структуру и функции по работе с ней. Логично, да? Осталось только запихать эти функции внутрь структуры. Но сегодня мы этого делать не будем. Сегодня мы с вами поговорим про модульное программирование и его особенности в C++. А именно, помните, я говорил про раздельную капилляцию? Что-нибудь ломку будет? Да. А? Да. Там первая лаба, помните? Там makefile вы еще писали? А? Или нет? Писали. Писали. Так, короче говоря, у вас проект большой должен разбиваться на отдельные единицы трансляции. Ну, например, я написал вот эти структуры, да? И функции по работе с ней. И мне хочется их впихнуть в какой-то отдельный модуль. Да? Логично, разумно. Я разбиваю и пишу хедер, заголовочный файл, в котором я описываю интерфейсы, то есть заголовки этих функций, чтобы на этапе компиляции можно было к этим функциям обращаться. Да? И компилятор не ругался, что таких идентификаторов я не знаю в фамилии. О, понятно. Сигнатура функции – это ее имя, это ее тип возвращаемого значения и типы идентификаторов, их количество. Я узнал, что это называется словом арность. Унарный, бинарный. Арность – это количество аргументов функции. Итак, модульное программирование. на сей. Сейчас пока плюсов не добавляем. Модульное программирование на сей. Итак, я сейчас напишу модуль, содержащий одну единственную функцию. Она будет распечатывать число столько раз, сколько ей скажут. или, давайте, не число, а хело. Хело принтер. Назовем ее. Хело энд. Итак, я сделаю следующее. У меня есть файл main.se, в котором я пишу include Что я должен в нем написать? Я в этом файле должен заинклюдить собственно библиотеку, которую я пишу. Если я использую здесь угловые скобки, то он будет искать этот файл с хетером, заголовочный файл, будет искать по каким-то стандартным библиотекам, стандартным путям, где-то там. Если файл лежит локально, в каких-то, в той же папке, то в двойных кавычках пишется. Поэтому обычно в своей библиотеке пишется просто в двойных кавычках. Include ну давайте my.h Я очень коротко назову заголовочный файл. Include my.h in main и здесь я вызываю функцию hello подчеркивание n от 5. Я мог бы ее дернуть еще раз, но мне сейчас достаточно для описания. Итак, я описал файл main.c Здесь я пользуюсь внешней посторонней функцией. Описываем файл заголовочный my.h My.h Он должен содержать в себе заголовок функции hello n. Данная функция является сделайте отступ оттуда. Отступ от нужен. Несколько строк. Void hello n int n точка с запятой все ассигнатура функции описана. Для компилятора этого достаточно. Для компилятора этого достаточно. Теперь файл my.c my.c я здесь описываю тело функции. Я тоже чуть-чуть отступлю. Void hello n я не помещаюсь, я перенесу int n точка с запятой ой, точка с запятой как раз нету. Тут тело функции должно быть. А тут тело функции. Ну, сейчас реально сделаю сяут сяут хелло прошу прощения, мне же надо n раз в любом случае. For int i равно 0 i меньше n i плюс плюс, простите за грязь, i плюс плюс сяут хелло. Теорию ничего не надо делать. Ну, понятно. В цикле n раз сяут хелло. Естественно, что мне здесь требуется сделать так, тоже поставьте одну строчку вот здесь. Требуется сделать include тех библиотек, которые мне нужны для, собственно, распечатки. Include в данном случае iostream. Ну, using namespace std для любителей, можно внутри функции, можно std seaw, std все. Это должно комп... Это компилируем отдельно, это компилируем отдельно, это не компилируем. Заголовочный файл компилировать не надо. Там нечего... Там нет ни одного тела, ни одной функции. Нечего компилировать. Он не является единицей трансляции. Он необходим? Он необходим. Если мы его уберем, или он будет с пустым содержимым условным, то в момент компиляции main.c у вас компилятор скажет, ой, извините, а кто такой hello-end? А инклюдить ксишники это значит устранять все плюсы раздельной компиляции. В этом случае вы по сути воспользовались ксишником как хедером. То есть вы тупо его включили и компилируете все равно все целиком. То есть у вас никакого ускорения компиляции не получится. Нереальный нераздельный модуль. Чисто так. инклюди ксишнике запрещено моралью языка си. Ну компилятором не запрещено, но мораль запрещает. Так нельзя. Так. Теперь представьте себе следующую ситуацию. я хочу, чтобы у меня была был дополнительный модуль, который выводит эти хелло м на н раз. Не знаю, прямоугольничка. Ну допустим, эти хелло, вот они видите, они в строчку выводятся, здесь нет перевода корректа. А я хочу сделать отдельный модуль, который содержит в себе вот это апгрейд. Ну это библиотека, которая чужая, мне нельзя ее менять, мне нужно сделать ее апгрейд. Что я сделаю? Я сделаю my2d 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 .h в котором я сделаю void hellomn int n int m . my2d .c cpp ну сейчас c my2d .c в котором я так, я кое-чем забыл опять. Надо было оставить здесь место, но я его подниму вот так. Я думаю, вы оставили место или найдете на себе. Оно нам надо там две строки. Здесь я описываю содержимое void hellomn вы разрешите мне описывать содержимое? понятно, что тут я цикл for, но ладно, я напишу for int i равно 0 i меньше, чем n строк m столбцов. Между прочим, про это дело в принципе надо было бы написать вот здесь документ строку про то, что m это а, ну или вот так строк строк столбцов. потому что i меньше n и плюс плюс точка запятой, да, и что я вызываю функцию help подчеркивание n, передавая m в качестве аргумента, после чего я говорю сяу, ну или там стд сяу, std end конец строки. О, вот у меня функция прекрасная, это замечательно, можно пользоваться. Для того, чтобы ей воспользоваться, мне в файле mainc нужно что написать include my2d. давайте вот так myh, а потом my2dh, ну чисто вот порядок сейчас не столь принципиальный, удивительно, но вот тут вот еще не будет ошибки компиляции, но уже должна быть, уже могла бы быть, могла бы быть. Дело в том, что если я посмотрю на то, что у меня после препроцессинга до компиляции в этом файле, то окажется, что файл my.h, а мне вот здесь вот, а нет, в данном конкретном случае еще не получится двойного включения, но если бы мне вот уже вот здесь нужно было бы использовать какой-то тип, который описан тут, то мне пришлось бы писать вот здесь вот include давайте я пишу его include my.h, то есть у меня взаимозависимость на этапе препроцессинга, include my.h в my2d c не нужно include my.h не нужно include my2d нужно сделать include my в кавычках my.h да, там надо обязательно, иначе мы не сможем им воспользоваться а в my2d а в my2d зачем еще ну и иострим тоже иострим тоже что еще раз my.h вот здесь а если он есть в хедре то здесь не обязательно здесь в данном конкретном случае это не обязательно мы помещаем include писать в хедре лучше так не делать вы заметили что иострим я заинклюидил тут в сишнике потому что здесь мне что произойдет чтобы вы понимали когда в текущей ситуации я сюда делаю include my.h это значит что сюда при процессор текстовым образом возьмет и вставит вот эту строчку логично увидел вторую строчку да и берет my2d h и его подставляет но там он подставляет его но там содержится include my.h и он рекурсивно туда подставляет еще раз эту строчку то есть эта строчка подставляется сюда а потом все это подставляется сюда в результате вот эта строка попадает сюда два раза понимаете зачем вообще так делать что зачем что-то инклюдить в хедерах в хедерах инклюдить приходится по той причине что в вашем хедере может быть описана какая-нибудь структура struct my.tie в которых у вас есть int x запятая y понятно и эта структура описана у вас тут в заголовочном файле почему она описана в заголовочном файле потому что она нужна вам как в сишнике так и в том месте где вы будете использовать особенно если эта структура является аргументом этих функций вы не можете описать локально спрятав ее внутрь модуля она может быть локальной внутрь модуля никто не знает что у вас там в качестве служебной есть структура ну и хорошо а это она относится к интерфейту я не буду я ее смотрю в общем у нас могут быть имена типов описываемые в заголовочном файле им там место и вот это самое двойное включение приведет к тому что эти описанные в заголовочном файле структуры будут пытаться описаться дважды естественно компилятор увидит еще раз стракт my type и скажет sorry I can't compile this в общем у вас повторная декларация ясно повторный заголовок чисто имени функции это не ошибка ну компилятор еще раз уведомлен о сигнатуре функции ничего страшного хоть 10 раз но если второе объявление имени типа до свидания понятно в любом случае повторное включение заголовка оно может произойти опосредованно ну вот если посмотреть вот на то что произошло получается так этот файл включал этот а этот включал этот да а этот включал и этот и этот напрямую и получил что он явно включил my h и неявно включил его второй раз вот последовательность этих гугл ничего не поменяется мне требуется от этого как-то защититься и для этого используются два варианта защиты Ксюша первый вариант самый тривиальный некоторые специалисты его крайне рекомендуют он простой понятный прагма once решетка прагма once это относится к прагматике языка программирования сейчас вот эта конкретная прагма она закреплена стандартом в принципе упомянут стандарт это значит что данный заголовочный файл не должен быть включен несколько раз инклюда то есть если он уже был один раз за инклюжен то второй раз он не инклюда понятно в правильном авансе однако некоторые говорят что эта штуковина на некоторых компиляторах при некоторых файловых системах в общем каких-то не работает и надо по старинке кроме того вы по старинке увидите в своей жизни многократно особенно те кто пользуется кодблоксом создает заголовочный файл вы это сразу видите он заранее сразу за вас это делает когда вы создаете новый заголовочный файл а что именно он делает и что делают вообще люди они пишут так называемые стражи включения фирмами пишется это так ifndef дальше какая-нибудь аббревиатура желательно буквами покрупнее my подчеркивание h ну одним словом без пробегов ifndef my h следующая строка define my подчеркивание h в конце в самом-самом конце решетка and if ну и в качестве комментария сюда обычно дописывают после двух черточек my подчеркивание h что это такое это условное включение текста при при процессе то есть это явная инструкция при процессе если not defined то есть если не определена такая замена такой макрос my подчеркивание h то включить все ondif включительно а если определено то не включать понятно таки макро им можно пользоваться if def if дебаг это у вас функция какая-то int my тело функции и вот в этом теле функции вы пишите if def дебаг там shout не знаю my колум и and if то есть вы в дебажной сборке программы эту функцию эта функция кроме того что она там делает return 0 там из функции кроме того что она что-то делает она еще и вот эту строчку будет компилировать а когда вам уже это не надо вы просто дебаг равно ну как сказать define дебаг вычеркнули из вашего там главного хедера допустим да и у вас или просто отключили в компиляторе дебаг не определено и у вас эта строка не компилируется понятно не понятно эта строка она или есть в компиляции или тупо ее просто вообще нет потому что вот эту секцию вот от if def до n if при процессор вырежет он посмотрит а я не знаю кто такой дебаг ясно уек процессор жесткая вещь желательно не пользоваться а куда он напишет еще раз что он напишет на экран все если дебаг определен то компилятору попадет еще раз если дебаг является к этому моменту задефайненным неважно как но он определен для при процессора такой макрос существует то на компиляции окажется вот такая функция понятно компилятор увидит вот это а если дебага не было то компилятор увидит только вот это ясно то есть возможность часть кода вставить или вырезать господи помил у нас my h здесь if not defy если не определен такой штуковина то определить такую штуковину таким образом первый раз когда инклюдится этот модуль этот head то он еще макрос my h еще не определен но тут же первой же строкой он определяется значит при повторном при повторном включении и if not my h а он уже определен значит все вот это уже не будет включить понятно это называется стражи включения если вы не поняли эту магию запомните просто это магия это обязательно в любом заголовочном файле должны быть стражи включения причем они не должны совпадать друг с другом нельзя вот так написать my h это приведет к непредсказуемым ошибкам должны быть именно разные обязательно да и в конце m3 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 вот победили почти а теперь вовремя с точки что я рассказываю сейчас вот я вам сейчас рассказываю внешние переменные вот у меня давайте вернемся к вот этой ситуации забудем про my d h да my my 2d h только my h просто вот я хочу чтобы у меня hello n hello n не параметр получал а я имел возможность сказать переменной которая лежит внутри модуля давайте назовем ее n ну допустим n чтобы нам короче писать n my my подчеркивание m сказал ей 5 а потом я дергаю эту функцию hello n столько раз сколько хочу ну будем честны это плохая практика то что я сейчас пишу есть зло в чем зло зло в том что эта функция не является чистой теперь я подразумеваю у нее поведение в котором она смотрит на забор то есть нормальная функция она получает входные параметры возвращает результат ну максимум ладно печатает на экран а эта функция вместо того чтобы получать результат в качестве входных параметров смотрит на глобальную переменную n и оттуда берет свое значение ясно это плохо не дай бог она еще в какую-то глобальную переменную пишет что-то а я об этом не знаю вызвал функцию она что-то куда-то записала а там ошибка на самом деле была р-но волшебная такая штука в стандартной библиотеке есть куда функции иногда пишут ошибки а вы вызываете стандартную функцию думаете о, все классно а она уже эту ошибку давно туда записала вы в этом не проверяли никогда в глобальную переменную не лазили глобальная переменная зло еще и потому что когда мы будем с вами заниматься потоками у нас будет параллельное программирование то тут вообще будет непонятно а какая вот вы вызвали по на какой потоку эту глобальную переменную записал данные где в потоке случилась ошибка это проблема не пользуйтесь глобальными переменами но тем не менее захотел я сделать глобальную условно константу ну то есть я записал это потом синхронизировал все нити и только потом стартовал я точно знаю что это некий предустановки и не хочу каждый раз передавать вопрос вот чем мне эту переменную надо писать в модуле и так самая лучшая ситуация и май подчеркивание у меня вот эта штука мэй . си это мэй . си являются раздельными единицами трансляции раздельная компиляция это отдельные единицы трансляции значит а файл май аж он тупо инклюзив пропадут эти штуки сюда на штука появится тут эта штука появится кстати я забыл это сказать в май . си даже если вы ни одного структурного типа ни одного тайп дефа не сделали считается добрым правилом в файле библиотеки заинклюдить собственный хидер это знаете какую гарантию вам даст во первых гарантию совпадения сигнатур что вот тут написано то же самое что тут у вас понятно а если не написать в данном случае да вот был работоспособным потому что не было ни одного тайп дефа которым бы я тут пользовался и отсутствие заголовка функции не является препятствием компилятора потому что заголовок повторяется в том месте где происходит описание это декларация а это описание функции декларейшн дефинишн дефинишн содержит body тело понимаешь голову она тоже содержит поэтому тут не страшно что заголовка отдельного не было ну и ладно короче говоря короче говоря вопрос вот что у меня компилятор создавая а у меня как происходит раздельная компиляция есть mail.c есть май.c есть май.h на этапе припроцессинга у нас что происходит у нас май.h инклюдится и туда и туда это виртуальный mail.c которого на диск не появляется я их поставлю да то есть он в памяти содержится но его можно заставить можно компилятор заставить это сделать gcc минус е это остановись после припроцессинга я хочу посмотреть если возникают ошибки с макросами это жесткие ошибки тогда вот это вот придется вам сделать вывалит вам на экран можно сохранить куда посмотреть что же у вас туда и заинклюдилась реально и увидеть сюжет короче на компиляцию у вас попадают уже вот эти вот штуки и после компиляции вас возникает mail.o и май.o вопрос ну естественно что здесь есть кусок сегмента коды и здесь кусок сегмента коды который содержит соответствующую функцию да здесь есть кусок сегмента дата статические и здесь есть статические перемены возможно вполне что у этой функции кило static int x какой-нибудь да статические данные могут быть и там и там поэтому здесь есть сегмент коды и даты здесь сегмент коды и даты естественно что линкер компоновщик да компоновка она их будет сливать соединять друг с другом для того чтобы в том месте вызова функции сомкнуть вот с тем ей нужно точное совпадение сигнатур которая обеспечивается тем что в хедре у нас вот прописана сигнатура она соблюдена в стишнике модуля и нормально заинклюдится да я напишу main.exe вопрос вот на этапе компиляции компилятор видит переменная май подчеркивание н файле main.c штрих ну тут после перепроцесса да на этапе компиляции в май .c он видит переменную май подчеркивание н что у меня получается у меня есть переменная май подчеркивание н в одном объектном файле и в другом объектном файле другая переменная май подчеркивание н как вы думаете что скажет линкер два варианта если компоновщик работает плохо и имеет ну скажем так не то что работает плохо но если символьная информация про наименование этой переменной не сохранена то компоновщик этого не заметит это значит что вы выставили переменную в пятерку свою отдельную как бы май подчеркивание н индекс 1 вызываете функцию а эта функция пользуется переменной май подчеркивание н с индексом 2 другой ячейкой памяти то есть у вас насчет того что у вас инклюзки туда и туда породится две переменные знаете это плохо как как это не избежать надо здесь задекларировать перемены переменные вообще-то обычно сразу описываются не надо декларировать сразу дефайн да но в данном случае нам нужно как бы декларировать будет такая переменная компилятор она где-то будет компилятор ты не переживай она будет типа и называется вот так она будет дождись компоновки это делается при помощи слова эксперт экстерн в данном месте я ее просто озаглавил и сказал дорогой будет такая переменная но она реально должна где-то быть понимаете все таки если я оставлю вот так то он благополучно скопилирует но на этапе компоновки скажет а где же вы обещали а ее нет но естественно что переменная модуля должна лежать в модуле раз здесь нельзя здесь только объявление то очевидно как из декларации и дефиниции функции так и декларации и дефиниции переменной определять переменную на как здесь и уже без слова эксперт май подчеркивание n более того она статическая а значит можно выдать и начальное значение на этапе компиляции ну в данном случае логично один раз печатать если по умолчанию один да печатать hello n my n 1 так у меня к вам вопросу а кто-то лекцию у нас пишет или нет вы будете без конспектов к зачету бедный вы бедный надо чтобы кто-то писал и так инфе май подчеркивание н равно они часто закончим одну минуту она здесь описано и здесь инициализировано кстати статические перемены они по умолчанию инициализируются нулями битовыми то есть ноль и ноль и ноль и ноль то синт был был бы нулём ясно вот так вот можно жить вот тогда у нас действительно одна переменная и она тем не менее на этапе компиляции не возникает ошибки потому что там она заэкстернина то есть она предобъявлена ну все давайте с богом спасибо 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 спасибо